Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире ПЛНФМ, программа «Про право», я и ее ведущая Анна Сдановская. Программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня хотелось бы поговорить о письменных обращениях граждан и о том, как грамотно и правильно составить обращение, чтобы оно было продуктивно рассмотрено в ваших интересах. Ну, начать, наверное, хотелось бы с того, что 59-м федеральным законом от 2006 года урегулирован порядок рассмотрения обращения граждан в Российской Федерации. Ну, на мой взгляд, неплохой закон, который действительно содержит в себе основополагающие пункты о том, что должно содержать в себе письменное обращение, каким образом рассматриваются, в какие сроки. Ну, и на многих моментах сделаны акценты. Поэтому хотелось бы, наверное, более детально об этом поговорить сегодня. И начать хотелось бы с того, что, в общем-то, если мы опираемся на 59-й федеральный закон, то как таковых обращений граждан, они подразделяются на виды. Это предложения, заявления и, наверное, самые известные, популярные — это жалобы. Ну, предложения — это, чтобы проще было понимать, это то, с чем, например, гражданин обращается, чтобы можно было бы улучшить в той или иной госструктуре, еще в каком-то учреждении, куда он обращается. Заявления, соответственно, носят в себе определенный просительный характер. Ну, и жалоба — это то, что распространено, и, наверное, больше всего на слуху это там, где мы обжалуем какие-либо действия, либо бездействия с чьей-либо стороны. Ну, в любом случае, как бы ни назывались обращения, они, значит, есть свои тонкости, а именно тонкости при их составлении. В соответствии с законом 59-м, опять же, не рассматриваются обезличенные жалобы, то есть в жалобе обязательно должно быть лицо, которое обращается, либо несколько лиц, потому что жалобы могут быть коллективными в том числе. И, соответственно, поименованы все лица, которые имеют отношение к жалобе, а именно те, кто являются заявителями. Ну, и, соответственно, в обязательном порядке там должны быть поименованы адрес, телефон, электронный адрес, если это возможно указать, для того, чтобы получить обратную связь непосредственно по жалобе. Ну, и, соответственно, если это коллективные жалобы, то всех заявителей в таком же порядке сведения должны быть предоставлены. Но все, что касаемо заявителей, тут понятно, что для того, чтобы обратную связь дать, необходимо данные предоставить. Но тут, наверное, еще главное, куда мы обращаемся. И для того, чтобы нашу жалобу рассмотрели, либо любое иное обращение продуктивно и в короткие сроки, почему-то у людей бытует мнение, что необходимо, например, обратиться сразу. Ну, если мы, например, говорим о органах прокуратуры, то, значит, ну, нужно обратиться в областную прокуратуру, и, значит, все сразу решится. Однако это не так, поскольку существует определенная, на мой взгляд, такая градация, когда мы должны идти все-таки не сверху вниз, а снизу вверх. То есть если мы хотим обратиться в областную прокуратуру, мы должны пройти районную или там городскую. И только потом уже, указав в своих последующих жалобах, что на уровне, например, района или города мой вопрос не был решен, соответственно, прошу участия именно вот уже отключиться в областную, ну, если это мы говорим про прокуратуру, да, для того, чтобы решить мой вопрос. Однако, если мы, например, обращаемся сразу уже в орган выше, да, то, соответственно, ну, понятно, что поскольку иные ступени не были пройдены, соответственно, как бы данная жалоба будет спущена ниже, то есть в районную прокуратуру. А тут вопрос уже сроков. То есть если мы говорим о том, что общий срок рассмотрения любой жалобы это месяц, то, соответственно, если мы как бы подключаем, ну, уже идем не в том порядке, не в тот орган, то этот срок уже возрастает. То есть тут как бы месяц будет на то, чтобы в первичном органе рассматривать, далее спускать ее и так далее. Ну, понятно, что сроки могут быть сокращены, но, тем не менее, мы можем понимать, что наш вопрос может не решаться определенное количество времени. Поэтому, чтобы вот этой ситуации не было, нужно грамотно подходить к выбору учреждения, в которое мы непосредственно хотим обратиться. Далее есть также требования к тому, чтобы, к самому обращению, которое вы будете направлять. Ну, если оно исполняется в печатном виде, то тут все понятно. И тут есть только требования к изложению. Ну, на мой взгляд, правильнее излагать кратко и четко то, что мы хотим, то есть описываем свою проблему. То есть если мы подходим к чему-то определенному, не нужно расписывать много лишней информации, потому что жалобы, которые будут большое количество листов, например, содержать, ну, они будут емкими и, соответственно, с ними будет тяжело работать лицо, которое будет эту жалобу рассматривать. Поэтому мой такой практический совет — это жалобу писать емко, кратко, ну, максимально лаконично, чтобы изложить, в общем-то, свою проблематику. Далее, если нам известно какие-то, что нарушены, например, права, какой-то закон нарушен, то это будет не лишним поименовать, опять же, в своем обращении, в своей жалобе, чтобы указать на то, что вот я считаю, что нарушена там такой-то пункт, такая-то статья такого-то кодекса или там иные мои права. Ну, в общем, либо написать это со ссылкой на нормы закона, либо непосредственно, ну, самому указать, как вы считаете, почему ваши права нарушаются. Соответственно, есть требования, на мой взгляд, и к просительной части, потому что чаще всего, ну, во всяком случае, нередко люди, обращаясь с тем или иным обращением в тот или иной орган, они описывают свою проблему, ну, в общем-то, и все на этом. А самое-то главное, что в жалобе содержаться должно, это просительная часть, потому что от просительной части зависит, в общем-то, и исход. Поэтому, если мы видим, что есть проблема, есть, соответственно, нарушение закона, например, то мы должны, соответственно, сформулировать и просительную часть. То есть, если мы видим, что нарушен закон, то мы просим подключиться органы, провести проверку, мы просим определенные меры реагирования, да, то есть все это обязательно нужно будет поименовать, потому что если этого не будет, соответственно, ну, и что делать, соответственно, непонятно, что и делать в этом случае. Поэтому это очень важно, сформулировать просительную часть и, соответственно, просить об этом. Если, например, мы обратились, ну, опять же, на примере, коль скоро мы уже пошли этим путем, на примере прокуратуры, если на уровне, там, не знаю, района города принято решение, например, об отказе в удовлетворении жалобы или не нашли каких-то нарушений, то, конечно же, все равно у вас имеется такое право обратиться выше, ну, хотя бы даже для проверки того правильности, например, решения на уровне, там, города или района. Соответственно, мы точно так же обращаемся и пишем составляемое обращение, например, в прокуратуру области, либо там, например, в администрацию области, если, например, на уровне администрации района вопрос не был решен. И, соответственно, уже здесь мы должны не только рассказать про свою проблему, да, но и прописать в той части, что данная проверка была проведена там на местном уровне, и было принято такое решение. К жалобе можно будет предложить, соответственно, и ответ. К слову сказать, что в силу 59-го федерального закона к жалобе также могут быть приложены ряд документов, которые необходимы и могут быть полезны для рассмотрения жалобы, для рассмотрения обращения. Соответственно, эти документы должны быть поименованы в качестве приложения, но это мой практический совет, потому что чтобы не было там утраты документов и так далее, да, поэтому как бы тут и на всех стадиях возможно прикладывать такие, например, необходимые документы. Тут тоже нужно быть внимательным, потому что не нужно свою жалобу или обращение загромождать лишними документами, то есть взяли, выяснили там, что нам нужно, да, и, соответственно, приложили только все документы, которые действительно имеют отношение к рассматриваемому вопросу, чтобы, опять же, не было, ну, у человека, который будет рассматривать данную жалобу, двоякого там толкования тех или иных документов. При рассмотрении обращения также может быть такая вероятность, что вы можете быть вызваны и для дачи объяснений, пояснений, для того, чтобы, например, выехать на место куда-то, то есть такие возможные варианты. Значит, что касаемо безличных жалоб, еще хотелось бы отметить, что безличные жалобы, как я уже говорила, не рассматриваются только за исключением случаев, если в этом обращении содержится сведение о том, что было совершено преступление, либо имелись какие-то факты коррупционных преступлений. Поэтому, если таковые сведения имеются, то, соответственно, такие заявления, соответственно, и обращения рассматриваются в любом случае, даже если они обезличны. Что касаемо регистрации и рассмотрения сроков обращения, то, значит, мой практический совет, если мы не обращаемся непосредственно в орган, который будет рассматривать жалобы, то, соответственно, мы можем направить жалобы заказным письмом с уведомлением для того, чтобы иметь возможность отслеживать, когда, кем получено данное обращение. И, соответственно, также, если, например, это будет почтовое уведомление, на нем будет и срок, когда данное обращение было получено. Соответственно, от этого срока мы будем уже исчислять время течения срока для ответа. Но плюс тут еще для того, чтобы, если даже, например, обращение поступает в орган, то там есть несколько дней, три для того, чтобы данное обращение принять, зарегистрировать и направить в соответствии, соответственному лицу, который будет принимать решение или проводить проверку по данному обращению. Соответственно, также имеется срок для рассмотрения обращения, это 30 суток с момента регистрации. И, соответственно, в сложных случаях, ну, если, например, жалоба емкая или необходимо провести определенные действия, или необходимо, не знаю, выехать на место куда-то, то в таких случаях при определенной сложности данные сроки могут, естественно, перемещаться и на стадию увеличения. То есть это может быть не 30 дней, а более. Но, соответственно, если такое решение будет приниматься, то об этом вы должны будете быть уведомлены по адресу, который вы указали в своем обращении, для того, чтобы, ну, вас в любом случае должны информировать о том, что данный срок, он, соответственно, увеличен. Поэтому, если мы непосредственно сами обращаемся в орган, который будет рассматривать наше обращение, то необходимо подготовиться и сделать, например, два экземпляра своего обращения, чтобы на втором экземпляре вам поставили соответствующий штампик, присвоили номер или его зарегистрировали в журнале и поставили дату. Это тоже необходимо для того, чтобы можно было бы отслеживать сроки для рассмотрения по существу вашего обращения. Ну, соответственно, если вы увидите, что сроки, например, уже подходят или проходят, и вам никто не вышел с вами на связь, никакого ответа не прислали, то, соответственно, вы имеете право обратиться повторно, указав на то, что тогда-то я обратился, но до сих пор мне решение, например, никакое не отправлено или я не получил ответ, чтобы, ну, и представить соответствующие документы, чтобы тогда уже ждать ответа и по существу вашей жалобы получить результат своей жалобы в виде ответа. Поэтому это важные моменты, на которые хотелось бы обратить внимание. В любом случае, значит, 59-й федеральный закон регламентирует нам и сроки рассмотрения жалобы, ответственность, которая существует за несвоевременное рассмотрение обращений. Но, тем не менее, на мой взгляд, сегодня мы рассмотрели такие важные моменты при подаче жалобы и на что нужно обратить внимание для того, чтобы наши обращения рассматривались вовремя, чтобы наши обращения рассматривались тем органам, который необходим и должен рассматривать наши обращения, и чтобы вот эти сроки, которые необходимы были и предоставлены регламентированным законом, не пролонгировались, и чтобы мы быстрее получали результат. Поэтому сегодня мы поговорили о том, как правильно составлять письменные обращения. Напоминаю, что в эфире ПЛНФМ программа «Про право». Я ее ведущая Анна Ждановская. До новых встреч.